Всем привет, с вами Алекс, и сегодня я хотел бы тряхнуть стариной и вспомнить десяток игр, которые я просто обожал в свое время, но которые так и не удостоились продолжения. Так давайте все вместе окунемся в ностальгию и вспомним о девяти играх, которые заслужили продолжение, но по каким-то причинам так его и не получили. Перед началом хочу заметить, что это не полноценный топ, тут нет ни первых мест, ни последних, все они достойны продолжения, а также что список составлен лично мною и может отличаться от вашего личного списка таких проектов. С удовольствием почитаю ваш список комментариев под этим роликом. Что ж, с вас лайк и подписка, а мы начинаем. Долго думать не пришлось, на ум сразу пришло множество игр с детства и юношества, которые по ощущению так и ждали этого часа, чтобы появиться в данном ролике. И первый по списку, но не по значению, спор от студии Максис. Эту игру я упоминаю первой, потому что скорее всего каждый из вас о ней до этого слышал, а многие и играли. Но при этом мало кто сейчас и припомнил было, что ныне покойная Максис делала не только Sims и SimCity, но и выпустила 8 лет назад этот потрясающе милый и веселый симулятор бога. И все в нем было хорошо, и идея, и разнообразный геймплей, и симпатичная графика, и невероятный редактор существ с интегрированными социальными сетями. И это на 2008 год, когда фишка с онами еще не вошла в моду и не запихивалась в каждую игру. И высокие оценки, 84 на метакритик, и коммерческий успех. Но по каким-то причинам игра своего продолжения так и не дождалась, хотя этого в полной мере заслуживает. Прикрутили бы мультиплеер, который вписывался бы в каждую стадию развития, в этапе космос мог бы вообще стать хитом. Подкрутили бы графику, улучшили бы квестовую систему и режим приключений, и вуаля, новый хит готов. Но в итоге мы имеем, что имеем. Electronic Arts о сиквеле спустя уже 8 лет даже не задумывается. И да, я помню эту богомерзкую Dark Spore, но за продолжение я отказываюсь ее считать хоть убить. Синдикат от Starbreeze Studios. И тут я даже спорить и удивляться не буду, почему о ней позабыли. Продвигать FPS 2012 года как перезапуск пошаговой стратегии 1993, в то время как в оригинал подавляющее число активных игроков не играло в силу возраста, и подобная связь их лишь отталкивает, это полнейший адиотизм. И чем думали издатели в этот момент, я вообще понять не могу. Назови они игру как-то по-другому, все сложилось бы иначе, потому что игра была хорошей. Драйв, симпатичный дизайн уровень и графика, взрывающий мозг и оператив, с крутой прокачкой оружия и персонажа. Она не была идеальна, но уничтожили ее не ошибка в разработке, а это вот проклятая ошибка издателя в маркетинге. И могли бы сейчас рецезреть, например, трилогию, которая стала бы, если не иконой, то бодом представителем жанра FPS, которая заслужила бы то, что ему было положено. Но мы видим то, что видим, и идем дальше. Були от студии Rockstar. Ох, как же без Rockstar. Одни из последних разработчиков игр, которые не прогнулись под гнетом тотальной толерантности и просто делают крутые игры. Игра Були вышла эксклюзивно на PlayStation 2 в 2006 году, но потом в 2008 ее переиздали и выпустили на PC, Xbox 360 и так далее. Мы играем хулиганом, которым мама запихнула на год в школу города Булву, а сама обещала вернуться за ним после курорта. Поначалу у нас нет друзей, кругом одни враги, но со временем мы показываем, кто тут босс, и все больше людей начинает нас уважать. В игре есть четыре группировки. Понтовые, ботаны, качки и мажоры. С каждой из этих группировок мы со временем налаживаем отношения, и они нам начинают помогать. Игра блещет разнообразием. Надоело выполнять сюжетные задания? Значит, можно поучаствовать в гонках, поиздеваться над людьми. Впоследствии чего в пределах школы за нами будут гоняться учителя, а в городе полиция. Мы можем ездить на скейте, велосипеде, посещать уроки. Это улучшает наши скиллы, или же мы получаем бонусные предметы. И делаем прочие дела школьников. Игру, насколько я знал, восприняли хорошо, и я считаю, что сиквел возможен, потому что Rockstar сказали, что они и не против этого. Но нам же остается только надеяться на лучшее и ждать. Марк Экос, Getting Up, от студии The Collective. Черт возьми, как же я люблю эту игру. Как раз, когда я по молодости увлекался граффити, один друг посоветовал мне ее пройти, и она увеличила мою любовь к граффити в несколько раз. Мы играем за молодого граффитчика Трейна, у которого есть мечта стать легендой граффити. У игры достаточно увлекательный сюжет. Мы заводим друзей, появляются враги, враги становятся друзьями и наоборот. Игра относится к жанру файтинг, наверное. Со временем, когда мы набираем репутацию, мы изучаем новые приемы, и также можем рисовать более красивые граффити. В основном у нас есть задача добраться до какой-либо точки и сделать граффити, и по дороге, конечно, побить парочку врагов. Также есть небольшой стелс, но он выглядит достаточно скудно и неинтересно. Отличное музыкальное сопровождение, один из самых главных плюсов игры. Опять же, в основном играет рэп и хип-хоп, но бывают и исключения. Не знаю, как эту игру восприняли критики и геймеры в свое время, но в моем кругу все и были довольны, и я не видел какого-либо намека на продолжение. К большому сожалению. Психонавты от студии Double Fine. В игровой индустрии есть люди, которым бог дал невероятную фантазию и спалинских разверов чувства юмора, но Тим Шейфер выделяется даже на их фоне. Кому еще могла прийти в голову идея создать приключенческий платформер про школу для детей с псионическими способностями? И кто мог позволить игроку залезть в чужие головы и разглядывать эмоциональный багаж владельца в виде рыдающих сумочек и орущих чемоданов? А ведь это все лишь едва потянет на маленький кусочек прелести психонавт. Игры Тима нельзя судить по общепринятым стандартам. Это умопомрачительное приключение, в котором чаша оригинальности вот-вот переполнится, метафоры живут собственной жизнью, а разнообразие игровых ситуаций огромны. И нет ничего удивительного в том, что настолько самобытное произведение искусства никто не купил. Явный намек на продолжение остался лишь намеком, без возможности реализации. Вторую часть даже пытался профинансировать создатель Майнкрафт, Маркус Персон, но в итоге благополучно ретировался. Игра запомнилась живым миром, потрясающим дизайном, замечательным юмором, возможность драться с врагом, видя себя через его же глаза, или сражаться с критиком, едко комментирующим твои действия. В данный момент вторую часть все-таки профинансировали через Kickstarter, но с ним никогда не угадаешь, что получится, и увидит ли она когда-нибудь свет. Dark Messiah of Made in Magic от студии Arkane. Некоторым играм не доставят хорошей рекламы, других излишний пиар напротив подводит. К последним относится фэнтезийный экшен от первого лица, Dark Messiah of Made in Magic. Заочно считавшийся игрой Годда, но у многих разочаровал слабо реализованной ролевой составляющей. Тоскливый сюжет, бедный на харизму персонажей, ничем не примечательный дизайн большинства локаций, практически уничтожили интерес к игре у поклонников RPG. Зато приверженцы экшена были в полном восторге. В этом компоненте темная мессия давала фору любым конкурентам. Противников дозволялось убить десятками различных способов, шинковать в капусту холодным оружием, атаковать магией, буквально разрывать на части в особом режиме ярости, раздавать могучие пинки и активно пользуясь интерактивным окружением. Последнему немало способствовала великолепная физика игры, модифицированный сорт творил чудеса. В свое время игра подарила мне немало веселых моментов, за это я и добавил ее в этот топ. World in Conflict от студии Ubisoft Massive. Игра явно заслужила появление в данном топе. Во-первых, из-за шикарной графики, которую в свое время сравнили с графикой Company of Heroes, но World in Conflict она была на две головы выше. Во-вторых, нестандартным геймплеем и управлением по сравнению с другими реалтайм стратегиями того времени. И в-третьих, неплохим сюжетом и отличными персонажами. Сеттингом была выбрана не вторая мировая, которая тогда была очень популярна, а альтернативная реальность, где холодная война перестала быть холодной и превросла в полномасштабное вторжение силы СССР на территорию Европы, а потом и в США. Притом советским войскам удалось захватить всю Европу и почти сравнять США с землей. Что тут сказать, такой сюжет был удивительно увидеть в зарубежной игре. В свое время мне даже удалось поиграть в сетевую составляющую игры, она тоже была на уровне. Чего стоило только взорвать ядреную бомбу, которая уничтожала половину карты и смотрелась просто охренительно. Короче, стратегия вышла очень и очень достойная. Да и критики рукополискали, но к большому удивлению, кроме аддона, больше мы ничего и не увидели. Что довольно удивительно, ведь по слухам продажи были хороши. Что ж, видать и тут нам не судьба увидеть продолжение. Фаренгейт от студии Quantic Dream. Хочу отметить такую замечательную студию, как Quantic Dream. В особенности такие проекты, как Heavy Rain и Фаренгейт. Но из этих двух я все-таки отдам предпочтение Фаренгейту. Фаренгейт образца 2005 года являлась и является по сей день пионером жанровой ниши интерактивных драм, придуманной и активно развиваемой самими французами. Фаренгейт выступила в роли эдакой своеобразной точки отчета, от которой разработчики начали плясать в сторону логичного углубления центральных игровых механизмов, добавления сотен развилок и концовок, зависящих от многочисленных факторов и не только от одного прямолинейного ответа «да или нет». Впрочем, если бы не успех Фаренгейт, то мы бы, может, никогда и не увидели новых игр от Quantic Dream. Отдадим должное заснеженным пейзажам Нью-Йорка, страдальцу Лукасу Кейну, попавшему в мистическую передрягу с убийствами, древними племенами и провалами в памяти, и зарекомендовавшие себе какие-то механики. Каждая составляющая часть Фаренгейт сыграла немаловажную роль в общем триумфе Quantic Dream. Сиквелы? Увы, Quantic Dream не из тех студий, которые живут за счет клепания сиквелов. Как и в случае Heavy Rain, путеводная звезда студии Дэвид Кейдж четко дал понять публике, что вторая часть Фаренгейта никогда не появится. Bulletstorm от студии People Can Fly Ну и напоследок у меня неполиткорректные, нахальные и местами вызывающие детище польской студии People Can Fly той самой студии, в чертогах которой зародилась серия Painkiller, впоследствии снискавшая славу лучшего мясного шутера от первого лица. Bulletstorm по праву считается одним из самых оригинальных и взрывных шутеров, ведь концептуально игра во многом была вдохновлена подвигами Painkiller и ее аркадной стрельбой, дающей возможность полной мере ощутить всю прелесть истребления демонов при помощи огнестрельного оружия. Bulletstorm осталась верна основным догмам Painkiller, но в то же время и постаралась разнообразить готовый рецепт уствеха за счет хлыста, позволяющего отправлять врагов под потолок, спартанского пинка и творческого подхода к сокращению вражеских популяций. На пару с сильными центральными персонажами и невероятным количеством мата через слово, Bulletstorm сумела завоевать любовь критиков и стала не просто еще одним экшеном, а одним из лучших. Но, к сожалению, игра не собрала должную кассу. Кто-то говорит, что виновата пиратство, кто-то сетует на плохую рекламную кампанию. В итоге продолжение мы так и не увидели. Что ж, на этом я хотел бы закончить. Есть еще множество игр, известных и не очень, которые также заслуживают своего продолжения, и перечислять их займет приличное количество времени. Я лишь постарался выбрать те, которые лично я хотел бы увидеть. Я не стал включать в топ те игры, которые имеют хотя бы две части за плечами. Иначе здесь бы всплылили бы такие замечательные игры, как Black and White или X-Machine. Давайте же не будем забывать об этих играх и затаим в сердце надежду на продолжение. Но на этом пока что все. Всем всего хорошего и играйте только в хорошие игры. Пока-пока.